приветствую вас друзья сегодня мы поговорим с вами о мухоморе и как его грамотно применять минимальных дозировках эта демо очень популярна сейчас и продолжает вызывать повышенный интерес но к сожалению многие люди не разобравшись данном вопросе используют мухомор не по назначению сразу скажу не стоит пытаться с помощью мухоморов быстро получить эйфорию войти в трип или в измененное состояние сознания на самом деле суть микродозинга состоит в том что когда мы доставляем в мозг активное соединение мусцимол содержащиеся в шляпке гриба мы можем снизить громкость звучания мозга и навязчивых мыслей это дает возможность расслышать именно те эмоции и войти в то состояние осознанного мышления которое раньше было недоступно но самое важное что краткосрочный либо долгосрочный курс мухоморами влияет на чувство тревожности человека причем это очень действенный способ при работе с гамп-рецепторами мозга тормозящими его чрезмерную активность мусцимол воздействуя на них может снизить состояние тревожности от которой так или иначе страдают очень многие люди психологи например годами бьются над этой проблемой и в большинстве случаев так и не могут ее решить поэтому очень важно дополнительно подключить и такой природный метод как микродозинг мухоморами кроме того мусцимол способствует замедлению нейро дегенеративных заболеваний мозга и даже может снизить сильно выраженный тремор при болезни паркинсона стандартный курс микродозинга длится около месяца при дозировке 0,3 грамма измельченных сухих шляпок в день а долгосрочный микродозинг может длиться до трех месяцев примерно с такой же дозировкой и таким же действием средства как психоактивный адаптоген и вот теперь главная новость которая заключается в том что появилась альтернатива сухим грибам в виде ферментированного пробиотического напитка на мухоморе где мусцимол после ферментации легче преодолевает гемитоэнцефалический барьер быстрее попадает в мозг и становится более безопасным для печени начинать пить ферментум на мухоморе лучше всего по 50 миллилитров один раз сутки вечером а при хорошем отклике организма можно постепенно поднять дозировку и до 100 миллилитров за один раз накопительного эффекта у мухомора нет поэтому адаптация происходит очень быстро но дальше повышать дозировку все же не стоит ведь основное действие заключается именно в минимальной дозировке и в долгосрочном периоде приема большинство людей применяющих микродозинг мухоморами делятся своим опытом и говорят что он может помочь при ревматизме радикулите остеохондрозе опухолях как средство выводящее слизь при кашле и воспалении легких что мухомор повышает иммунитет заживляет раны снимает боль предотвращает кровотечение что он способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи делает ее упругой эластичной разглаживает мелкие морщины улучшает цвет лица стимулирует обновление клеток ведь не просто так в дикой природе красный мухомор поедают очень многие дикие животные и даже таким образом чистят свой кишечник ну а нам продолжают поступать положительные отзывы от людей которые уже длительное время применяют ферментум на мухоморе и самые частые из них это те что успокаивается нервная система и улучшается качество сна друзья если это видео было вам полезно ставьте лайки задавайте вопросы и делитесь своим опытом применения ферментума на мухоморе